Виталий, где зарплата? Задерживается и так уже. Твоя зарплата? Да твою зарплату я себе купил новенький айфончик. Чего? Миша, какая нафиг зарплата? Мы за идею работаем. Во благо игровой индустрии, на её оздоровление. Хватит жрать вообще. Чего? Ты понял сейчас, что сказал вообще? Где я, где хватит жрать? Ой, да забей. Виталий, где зарплата? Ну понимаешь, в компании сейчас очень сложное положение. Деньги то доходят, то не доходят, то опаздывают, то теряются по дороге. Короче, неделю подождать нужно, и всё. Надеюсь, всё будет. Неделю подожду нормально. Хорошо, давай. Купить имбакалоду в МТГ. Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы вам расскажем, никуда не разбегайтесь. Мы уже знаем, сейчас... О, боже мой, что за отстой? Нет, это на самом деле интересная игра, про которую вы ничего не слышали. Когда нам её прислали на ознакомление, мы такие тоже, что? Зачем? Почему? Ну, потом ради интереса, естественно, зашли на ютубчик, посмотрели, что это такое, именно игровой процесс. Потом почитали описание, прям вдохновились. И хорошо, мы с этим познакомимся. И Михаил вот самоотверженно долгое время долбился в эту игру от очень молодой студии, которую продвигает новый издатель Дедалик Интертеймент. По-моему, так их называют, да? Дедалик Интертеймент, да. От небольшой финской студии, сформированной ветеранами других студий. И они вот собрались где-то в 2015 году и начали делать Айрон Даггер. Вот эту вот такую тактическую игру с привкусом ролевой игры, очень лёгким привкусом. Да. И необычной механикой управления временем. Эта игра меня привлекла в том числе, ну, приятной картинкой на движке Юнити. Ага. Вот. И достаточно интересной механикой с акцентом на взаимодействие двух героев и управление временем. Да. В этой игре всё начинается с того, что девушка Кипуна оказывается в... Кипуна. Это финская игра с финским фольклором. Вот поэтому проговаривай, пожалуйста, чётче эти имена. Да. Девушка Кипуна оказывается в эпицентре атаки на свою деревню каких-то злодеев в чёрной броне. Она пытается убежать. Нильфгардцы. Да, нильфгардцы, возможно. Нет, ну, такие только нильфгардцы из игры с нормальной бронёй, а не с пожёванным гондоном из сериала. То есть, да, она пытается убежать, проваливается в какую-то яму, падает на кристалл, вроде умирает. Но воскресает им, получает возможность перематывать время вспять. То есть, она может получить, допустим, повреждение, перематываешь время, она как новенькая и уже знает там, например, куда баллиста выстрелит, чтобы отпрыгнуть от стрелы и побежать дальше. Она встречает такого здоровяка бородатого с молотом Топпи. Вот тут попроще, слава богу. И они вдвоём начинают свой эпичный, так сказать, путь к славе и так далее. И попытки понять, что вообще с этой девушкой произошло и что вот в этом, с этим миром не так. И вообще, как это всё завертелось. Нам дали, да, попробовать бета-версию. Это несколько миссий из первых двух глав и один босс. То есть, небольшая часть игры, примерно часа три из заявленных 15 с лишним. Ну, то есть... Это ты на это неделю потратил? Немного. Почему неделю? А что ты ещё делал? Перематывал туда-сюда время на своём канале? Конечно. Туда-сюда. Контент производил. Да. О том, что это за канал, можете узнать в конце ролика. Да-да-да-да-да-да. Естественно. То есть, да, нам вот дали эту небольшую часть поиграть. И ты знаешь, мне понравилось. Мне понравилось действительно. Вот у игры вот есть очарование такого небольшого, недорогого, но вот аккуратно собранного проекта людьми, которые понимают, как надо игры делать. Которые понимают, как игра, ну, чем игра может увлечь, как надо человеку увлекать, как надо предлагать новые элементы, как делать так, чтобы тебе не было скучно. То есть, вот эта часть приключений действительно оставила у меня, ну, положительное впечатление, несмотря на то, что это ни в коем случае не там не игра формата. Хм, инди-шедавр, практически. Ну, потому что она не биксель, естественно. И не 2D. И не платформа. Такие бывают. Такие, как выяснилось, да, вот бывают. И не рогалик. И не рогалик с вручную проработанными миссиями. И не выживалка. И не выживалка. То есть, все как надо. Хорошая игра, не беспокойся, тебе здесь делать нечего. Проходи, здесь не на что смотреть. Здесь и миссии вручную проработаны, и испытания вручную проработаны, и линейная структура кампании с нормальным предложением тебе новых и новых заданий, а не всякое звездерастье с перестарением и прочей хренью. Нет, нормальное линейное приключение. От одной миссии к другой. Iron Dagger это, по сути, тактика в реальном времени с логической паузой. Когда начинается сражение, происходящее начинает разбиваться на такие вот такты. Каждый такт это как бы удар сердца героя, по сути, это ход. И ты можешь перематывать время на один ход, два, три, четыре, пять, но только на определенное количество ходов. Чтобы выстраивать свою тактику для победы. Ну, например, вот в начале игра у него такое первое впечатление, она производит формат, ну, примитивизм какой-то. То есть ты вот этого топи бьют, ты перематываешь, ставишь блок, потом атакуешь, он убил врага. Появляется там сильный этот самый солдат, ты его ударил ногой, подбежал, ударил, заблокировал, ударил и так вот несколько раз. То есть вначале достаточно все просто, или там на тебя несколько врагов бегут, ты подбегаешь к одному, блокируешь его удар, бьешь или там блокируешь два удара, делаешь атаку по всем, ну и они вот умирают. Вначале все достаточно просто, ты разваливаешь вот этих вот солдатиков без проблем, а потом начинается интереснее. Потом, например, появляются лучники и противников становится больше. И Кипуна осваивает магию. Ну, она маг, она маг, который использует магию огня. И времени. Фаербол, ну и время вот по сути. Ну, время это, скажем так, фундаментальный элемент механики. И Кипуна еще вот магия появляется, а этот вот топи, он типичный такой вот войн. И вот это как бы стандартный тандем и различные начинаются... А она может перематывать время для себя или для него тоже? Для него тоже. Вот эти вот двух персонажей ты перематываешь. Перемотка времени, она здесь вписана в как бы повествование, но по сути это фундаментальный такой вот элемент механики. Что вот эти два героя, вот они перематывают время. Причем для каждого героя ты можешь разные выбирать такты, чтобы синхронизировать какие-то их действия. Например, бросить огненным шагом во врага и тут же его ударить секирой. И вот это вот как-то синхронизировать эти два действия, и они получаются такая вот мощная так. Здесь идет фишка, что на героев всегда нападает немало врагов. Арены не очень большие. Они не то, чтобы эти вот два героя очень сильные. То есть несколько, даже на нормальной сложности, несколько пропущенных ударов, круг. Все. То есть ты постоянно должен думать, как тебе поменьше здоровья бы потратить в сражении. Как бы тебе там одного врага побыстрее убить. Как бы тебе там увернуться от стрелы или вот потратить ход на уворот от стрелы кипуной и уже не хватает на магию. Или думаешь, как бы вот это вот все собрать воедино. И начинаются достаточно интересные такие, ну по сути логические загадки. Когда ты перематываешь постоянно время назад, даже зная, как враг будет себя вести, даже зная, что будет происходить, ты вынужден постоянно искать вот какие-то лазейки в достаточно плотных и сложных сражениях с бандитами. Потому что их много, они агрессивны и они в тебя там и гранатой могут кинуть, и еще чем-нибудь. И опять же лучники их поддерживают, а лучник у тебя один это кипуна. И соответственно бывает, что надо распределять, скажем так, обязанности. Или наоборот пытаться побыстрее убить одних, чтобы переключиться на тех, кто стоит поодаль. Неплохо на самом деле, не то чтобы что-то сверх выдающееся, но очень неплохо. Что еще понравилось? Здесь ты не только в бета, даже в небольшой вот этом вот отрезке, в бета-версии, я сражался не только с бандитами, я сражался еще с прыткими монстрами. Которые меня поначалу бесили просто дичайше. Потому что отработанные мной приемы и методы быстрого убийства бандитов не работали на монстров. То есть идеальный блок уже не так работает, у монстра очень быстрая атака, и соответственно ты вроде поставил блок, а монстр не атакует. И ты просираешь ход, думаешь, что делать? Делаешь шаг, монстр тебя догоняет и ударяет. Да ты охренел! И пытаешься найти вот, да, вот какие-то вот такие вот элементы, чтобы с этими монстрами разобраться. Там еще появляются монстры, которые в тебя ядовитыми гранатами кидают. То есть ты вроде нормальный эффектно так всех разваливаешь, крутой. Вот бам, граната прилетела у двух героев по половине жизни. Так, хобана! Да! Сука! Что за... Ты перематываешь, думаешь, а вон там скотина бежит, и как же мне? Я же так классно их разложил. Мне теперь, по сути, надо разобрать всю свою тактику и пересобрать ее уже с учетом вот этого вот фактора. Это интересно, мне это понравилось, это увлекательно. Опять же, арены по-разному там построены какие-то, ну, большие-маленькие относительно, там, совсем узкие проходы. Иногда надо драться в... на совсем маленьких коридорах святилища, например, в которые они там спускаются. Классно, что еще здесь используется окружение. Например, можно там свалить дерево на головы противникам, или там противники могут стоять у взрывоопасных точек, ты бросаешь фаербол и бум! Все. Прошел дальше спокойно, а не пытаешься там этих монстров как-то убить. Интересно, вот это вот все на самом деле собирается в такую увлекательную игру миссии. Кстати, непродолжительная там как-то считан, меньше 10 минут на миссию может уходить. То есть, одна, вторая, третья, четвертая, бам-бам-бам, ощущение движения такого вперед. Ты постоянно идешь, одну миссию быстро прошел, вторую, третью, четвертую. Есть мирные загадки там с необходимостью понажимать пару интерактивных объектов, чтобы дальше пройти. Что еще? Ну, за пределами сражений задач особо немного. Ты просто ходишь по небольшим локациям, собираешь, например, бочки, которые можно бросать во врагов и потом их поджигать. Или аптечки. Еще есть сауна финская, в которую два героя могут заходить. И у них просто восстанавливается жизнь. Ничего такого. Ну, может, это бета-версия. Я надеюсь, что это бета-версия. А как же венечками попариться? Ну, вот я надеюсь, все-таки, да. Я надеюсь, во-первых, что Кипуну совершеннолетняя. Во-вторых, я надеюсь, что это бета-версия. Две надежды на финальную версию. Надо поступать как японцы, которые в повествование вплетают лоли девочек, а потом говорят, а вообще-то ей 800 лет. Да-да-да. И она богиня. Да-да-да. Вот я надеюсь, что все-таки, да, Кипуна, она вот что-то такое. 800-летняя богиня. Да, ну или вот этот вот кристалл, который пронзил ее сердце, сделал ее бессмертной вечной сущностью, и поэтому пофиг сколько или. То есть, это именно что тактическая игра, то есть, я бы не назвал ее ни ролевой игрой, ни каким-то приключенческим боевиком, ни чем-то подобным. Здесь занятий за пределами вот этих вот сражений очень мало. Здесь нету какой-то глубокой прокачки, то есть, после миссии тебе просто предлагают выбрать один из нескольких апгрейдов. Или, допустим, новый прием, или усиленная версия старого приема. В общем-то, все. Вся прокачка, здесь нет гринда, разработчики это гордо так заявляют. Сюжет достаточно прост, и такой типичной фэнтези-сказка, в общем-то, держится она всем на том, что Кипуна и Топи между собой общаются. Она там вначале говорит, что хочется избавиться от этого дара, ей все это нахрен не надо. Пошло все это в жопу, он говорит, ну ты что, ты можешь героиней стать, давай, там вот, там нам сейчас квест крутой дадут, пойдем выполнять на благо там страны, все такое. Будешь крутой там этой девчушкой, сильной независимой, давай, что ты там это самое. И да, они там посещают шаманов, общаются со знати, ну и сюжет пока меня не то чтобы сильно зацепил, но он не бесит. Что хорошо, кстати. По меркам недорогих инди-проектов, когда сюжет не бесит, это уже хорошо. Ну, по меркам недорогих проектов, если ты вспомнишь, в прошлом году именно инди-сцена представила одни из лучших сюжетов в принципе. Ну, да, но они на этом делали ставку. Отличие от высокобюджетных продуктов, которые или обходились почти без сюжета, или он был такой, знаешь, едва определен, как в том же самом Резиденте или там Сикера, да? Да-да-да. Или Кодзима. Или Кодзима, прости господи. Можно сказать пару слов про битву с боссом, она выполнена в стиле головоломки. То есть это такой здоровенный то ли индюшка, то ли петух. Вот, и надо сделать так, чтобы он оказался в определенной точке и тогда активировать ловушку, на него падает тяжелый груз. То есть не то чтобы сложно, но именно вот акцент на взаимодействии двух разных героев. Акцент на использовании вот этой вот идеи перемотки времени, чтобы синхронизировать нахождение одного персонажа как приманки и другого персонажа как активатора ловушки. То есть неплохо, неплохо. То, что я вижу, то, что я увидел, мне понравится. Это игра, которая не вызвала у меня восторг. Это игра, которая не вызвала у меня ощущение того, что вот она, наверное, попадет в список, ну, как минимум, перспективных продуктов едва ли. Но это действительно интересное, ну, потенциально интересное, нескучное приключение. Что важно и что меня волнует перед релизом этой игры, такой проект, он держится на разнообразии. Вот, как я уже отметил, есть бандиты, есть монстры. С ними у тебя, ну, не принципиально, но ощутимо разная тактика. И возникает вопрос, насколько будет разной вся игра. Насколько будет разной вот все это приключение часов на 15, которое обещает нам там путешествие по всему вот этому вот миру. Сколько там будет разных врагов, сколько там будет разных тактик, умений, сколько будет разных боссов, как с ними будет интересно драться. От такой игры очень важна разнообразие, очень важно вот именно вот движение. Потому что здесь нет погони за шмотом, здесь нет какой-то глубокой прокачки, что можно собрать там два принципиально разных класса в рамках того же топи. Нет, он воин. Он просто воин. Он там не станул, по крайней мере, в бета-версии этого не было. На каких-то намеков, что он там может стать, допустим, паладином, танком каким-нибудь, который вот больше на защиту акцентирован. Или там варваром, у которого низкая защита, но мощная атака. То есть вот таких развилок я не заметил. Это просто такой вот воин, который осваивает определенные умения. И какой-то свободы действия особо я не заметил. И, соответственно, все упирается в сражения. Насколько они будут интересны. Сюжет неплох, но он здесь второстепенен. Ну, в любом случае, дорогие друзья, данное превью, оно такое, знаете, на маленьком кусочке игры основано. Поэтому говорить о том, что, да, непременно нужно держать игру под прицелом, ну, не приходится. Вам просто нужно знать про ее существование. Потому что очень много хороших инди-продуктов проходит, как правило, мимо носа игроков. Ну, они обращают внимание в основном на яркие какие-то бренды. Теперь можно, например, Iron Dagger поставить в список желаемого, да, заприметить ее, посмотреть и спокойно отслеживать ее дальнейшую историю. Если она окажется хорошей, отлично, можно брать, потому что это необычная, в первую очередь, тактика с боями-головоломками. То есть, у инди-разработчиков есть такая распространенная болезнь. Они придумывают годную механику, они придумывают неплохой набор испытаний, а потом берут резину, кота за известное место, неважно, что еще можно тянуть, и начинается. Ну, надеемся, что не в этот раз, надеемся, что не в этот раз. Нет, я очень надеюсь, что не в этот раз. Нет, я хочу быть оптимистом. Мне это проходить? А, поэтому я хочу быть оптимистом. Я хочу, чтобы Iron Dagger была разнообразной, увлекательной игрой от начала до конца. Если она такой будет, я первым порекомендую ее покупать. Пока, да, я рекомендую к ней присмотреться. Пока я рекомендую узнать о существовании такой игры и обратить внимание. Ну, когда выйдет, в общем-то, от нас будет полный обзор, так что я надеюсь, что осталось ждать недолго. Ладно, на этом, дорогие друзья, все. Большое спасибо за внимание. Если вам понравилось данное видео, вы можете поддержать его лайком. Подписывайтесь на канал, особенно если вам интересны всякие миленькие сердцу игрушки от инди-разработчиков, которые не такие, как все. Мы периодически про них вспоминаем. Если вам интересны игровые новости, подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка в описании. Ну, и в целом, если вы хотите нас поддержать, то добро пожаловать к нам на Патреон. Мы вам за это скажем огромнейшее спасибо. Пока. Пока. Когда ты выигрываешь у противника, ты не видишь его слез. Это компьютер. Ты его победил и все, идешь дальше. Когда я побеждаю у противника, я воображаю на другом конце провода просто истеричного человека, который ругает сама там, проклинает все на светле и плачет горючими слезами, заливает ими клавиатуру и прошибает своим монитором окно. Потому что все. Потому что жизнь кончена. Лайф порно-трансляции, куда веселее. Всякие твои какие-то закидоны с карточками магии. Там школьников. Тебе люди просили уже поделиться каналом на Форнхабе, чтобы все могли смотреть твои лайф порно-трансляции. Сейчас. Это сам собой веду рукой беседы. Так, подвинься немножко. Это канал Кову Надо. Да-да-да, действительно. Премиальный. Премиальный. Боевой пропуск ты уже вел туда? К этому. Там такой анальный донат. Ха-ха-ха-ха-ха. Никаким НТГ не снилось. Да. Воображение у тебя, конечно, буйное, но грязное. Да-да-да.